В этот день, 13 декабря, родился Карл Нисельроды, министр иностранных дел Российской Федерации. У Карла Васильевича было много недоброжелателей, и очень часто можно встретить такие его описания. Горбанусый карлик с кривыми тонкими ножками, обтянутыми панталонами из белого тика, карлик ростом и пигмей мысли. Ему приписывали чуть ли не русофобию, однако, если бы это было правда, вряд ли Николай I сделал Нисельроды просто бессменным министром иностранных дел. 34 года на этом посту – это рекорд в истории России. И вручил государему высший орден империи, святого Андрея Первозванного, и сделал канцлером – это был высший гражданский чин. Вообще-то для Нисельроды семья готовила карьеру моряка. Но служба на флоте не задалась – у Карла оказалась морская болезнь. И тогда он поступил на службу по внешнеполитическому ведомству. На дворе была бурная наполеоновская эпоха. В это время самое большое достижение Нисельроды – он сумел завербовать на русскую службу, попросту купить, министра иностранных дел Франции Толерана. Толерант, как и полагается, получил агентское имя Анна Ивановна и передавал в Петербург через Нисельроды всю важнейшую информацию из ближнего округа Наполеона. Это очень сблизило дипломата с императором Александром Первым, теперь Нисельроды, на всех важнейших международных конгрессах. Он – один из создателей Священного Союза, Христианского Союза Монархов Европы. В 1823 году Александр Первый назначил его на пост министра. Многие историки считают, что наступившая эпоха – золотая эра России, век ее тотального доминирования в Европе. Однако всегда осторожный Нисельроды все же совершил как минимум один грубый просчет. Он позволил состояться Крымской войне, когда почти все великие державы выступили против России. Сразу после окончания боевых действий Нисельроды был отправлен в отставку. Также в этот день 13 декабря родились Валерий Брюсов, русский поэт и писатель. Николай Духонин, генерал, последний главковерх русской армии. Евгений Катаев, Петров, знаменитый писатель, соавтор книг «Золотый теленок» и «12 стульев». 13 декабря 1922 года образовалась Закавказская Социалистическая Республика. Просуществовала она 14 лет. 13 декабря 1935 года состоялся первый полет первого советского стратосферного самолета Чижевского «Бог-1». В 30-х годах советская авиация начала ряд весьма необычных проектов. Ставились смелые эксперименты. «Бог» расшифровывается как «Бюро особых конструкций». Возглавлял его инженер Владимир Чижевский. Он и предложил план создания высотной авиации. Чижевского тревожила такая перспектива. Если допустить, что авиация противника будет обладать стратопланами, способными выполнять полеты на высоте 12 тысяч метров, имея техническую дальности в 2000 километров, пусть даже в количестве 100 штук, все эти 100 самолетов в любой час дня и ночи, невзирая на атмосферные условия, смогут незаметно и беспрепятственно проникнуть на нашу территорию. Вывод. Нужно самим выходить в стратосферу. Те высоты, которые до поры были недоступны обычным аэропланам. Экспериментальная модель БОК-1 впервые в СССР обзавелась гермокабиной. Узкая цистерна с двумя пилотами. Один из летчиков вспоминал, не дать не взять люк подводной лодки. Задраивается, как и там, винтовым затвором. Осматриваясь, не кабина, а мышеловка. Видно воздушный винт до градусов по 15 в стороны. Легко набрали высоту. А потом, выше 12 километров, вдруг иллюминаторы покрылись какой-то плесенью. Оказалось, ини. Замерзло все. Окна, элероны. Лететь было небезопасно. Потом оказалось, что БОК-1 добрался до стратосферы. 14100 метров высоты. Это была веха для советской авиации. В этот день, 13 декабря, началось строительство Камского автомобильного завода. В этот день, 1969 года, экскаваторщик Михаил Носков поднял первый ковш почвы на стройке в набережных Челнах. Начиналось строительство прорывного завода грузовых автомобилей. Минавтопром дал проектное задание. Новый грузовик должен поднимать до 8 тонн. Работать в любой климатической зоне Союза. Три оси дизель на 200 лошадиных сил. С конвейера должно было почти сразу сойти до 100 тысяч экземпляров. Вот так и рождался КамАЗ. За основу был взят перспективный ЗИЛ-170, но над отдельными комплектующими работали специалисты из США, Германии, Франции. Машина получилась на славу, особенно по меркам 70-80-х годов. Особое место в мире продемонстрировала межконтинентальная ралли Дакар. За более чем два десятилетия участия команда КамАЗ-Мастер одержала 18 побед. Это мировой рекорд. Таким был этот день, 13 декабря.